Как ни старайся, но колеса летней прогулочной коляски не попадают в специальные спуски на лестнице. Металлические конструкции давно устарели и не соответствуют параметрам современных средств передвижения для малышей. Несколько крутых лестниц – это едва ли не единственный обход стройки на Монастырской площади. Для мам с колясками и маленькими детьми этот путь стал настоящей полосой препятствий. В последнее время стало очень неудобно ходить после того, как закрыли проход. Получается, есть только два варианта, которые быстрые, потому что ребенок все равно живет по своему графику. Нам нужно быстро сходить и плюс еще как бы погулять. Поэтому всегда на коляске, в лето все-таки хочется ребенку оздоровительные процедуры какие-то проводить одновременно с походом в поликлинику. Молодая мама Екатерина и ее сын Матвей – постоянные посетители старой детской поликлиники. По правилам малышам до года нужно часто делать прививки, сдавать анализы, регулярно ходить к педиатру и на консультации к узким специалистам. Ходим все время вот по каким-то лестницам. И одно тяжело это делать. Все-таки мамы – это хрупкие создания, которых нужно беречь. Все мои знакомы, с которыми я на данный момент общаюсь, просто когда идешь по пути в поликлинику, встречаешь людей, которые и туда идут, и оттуда идут. И зачастую 80% девушек должны поднимать коляску и нести на себе. Ну а для соровчан, которым нужно пройти через Монастырскую площадь без детских колясок и велосипедов, существует так называемый альтернативный проход. Очень узкий и опасный, потому что находится он прямо под строительными лесами. Самый короткий путь из старого района до Монастырской площади перегородила стройка. Чтобы сократить дорогу, некоторые соровчане на свой страх и риск проходят рядом с работающей техникой и достаточно глубокими ямами. Сейчас здесь идет перенос коммуникаций на исторический уровень и возводится восточный келейный комплекс. Часть по первому этажу восточного келейного корпуса возведена. И, соответственно, перейдем после бетонных работ к возведению северо-восточной водяной башни. И будет рабочий проход, над которым была небольшая 25-метровая башенка. Проход обещают открыть через 2-3 недели, когда будут завершены основные работы по возведению арки. Что же касается других объектов, то строительство Успенского собора завершено. Сейчас там идет внутренняя отделка и подготовка к его освещению. Восстанавливается храм в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник. В здании, где раньше было бюро пропусков, появится гостиница. Основные работы – это восстановление исторических фасадов, которые были срублены заподлицо и заштукатурены. Снимается штукатурный слой, восстанавливается полностью исторический облик оконных проемов, расположение окон. И, соответственно, наружная отделка и внутренняя перепланировка под нужды монастыря. Рабочие ворота будут установлены там, где раньше под башней были проезды автомобилей. На центральном проходе появятся двойные металлические конструкции. Ворота также установят с восточной части монастыря. Хочется надеяться, что к этому времени уже решится вопрос со строительством новой детской поликлиники. Сейчас проект нового здания проходит экспертизу. О том, когда саровчанам ждать начало строительных работ, расскажем в ближайших выпусках новостей. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.